Опухоли яичника по гистологической структуре разделяют на эпителиальные, неэпителиальные, метастатические. И вот в группу неэпителиальных как раз-таки входят герминогенные опухоли. Надо сказать, что на долю герминогенных опухолей яичника приходится от 20 до 30% всех опухолей яичника. И благоприятен факт, что в основном в 95% случаев это доброкачественные герминогенные опухоли, то есть зрелые кистозные тератомы или дермоидные кисты. Средний возраст заболевших – это молодой возраст, дети и молодые женщины. На долю злокачественных герминогенных опухолей приходится от 3 до 5% всех злокачественных опухолей яичника. Они характеризуются агрессивным течением, но при этом высоким уровнем курабельности. Могут сочетаться с дисгенезией ганат и в целом развиваются из полипатентных первичных герминогенных зародышевых клеток, как представлено на этой схеме. По классификации герминогенных опухолей яичника, может быть, уже звучало, в предшествующих докладах основные группы примитивной герминогенной опухоли, в которую входят дисгерминомы, опухоль желточного мешка, другая большая группа тератомы и монодермальные тератомы, опухоли соматического типа. Здесь на слайде представлена типичная картина зрелой тератомы, дермоидная киста. Пациентка 20 лет, которая обратилась к нам в институт онкологии Петрова с жалобами на увеличение живота в объеме в течение года. Только через год она обратилась с жалобами, сама будучи студенткой медицинского вуза. Ультрасонографически, клинически диагностирована опухоль больших размеров до 15 см в диаметре, имеющие неоднородное строение, и кистозный, и солидный компонент. И был выполнен, учитывая большой размер опухоли, лапаротомия, правосторонняя одноэсэктомия и вот типичная на разрезе зрелая тератома с элементами зубов и, в общем-то, даже целой челюстью. Незрелая тератома, морфологически представлена картинка на этом слайде, характеризуется большим количеством метозов, полиморфизмом. Дисгерминома, который тоже может встречаться в опухолях яичника. Встречаются также и более редкие варианты смешанных опухолей. Здесь вариант с очагами гонадобластома. Как я уже сказала, может сочетаться герминогенополиз дисгенезии гадат, как представлено в этом клиническом случае. 16-летней пациентке с генотипом 46XY и гистологический дисгерминомагонат. Опухолевые маркеры, хорошо вам известные, которые работают для дисгермином, перечислены на этом слайде. По стадированию злокачественных герминогенных опухолей яичника, касаемо онкогинекологической локализации, чаще всего руководствуется ФИГО классификации, ТНМ классификации. И если используется эта классификация, то в наибольшем процентном соотношении чаще всего выявляется первая стадия процесса в 60-70% случаях. Реже выявляется третья стадия процесса. Для опухоли характерно, как и для любых опухолей яичников, перитениальное распространение, но также характерно и лимфогенное распространение опухоли. В связи с этим возникает вопрос, следует ли рутинно выполнять лимфоденоктомию как первичный хирургический компонент лечения герминогенных опухолей яичника. Вот здесь вы видите представленную работу публикации 2011 года, когда проведено сравнение двух групп пациентов, которым рутинно проведена лимфоденоктомия без визуально увеличенных лимфатических узлов и где не было проведено это хирургическое вмешательство. И видите, по результатам пятилетней выживаемости, независимо от того, первая или третья стадия по Н1 оказалась в результате лимфоденоктомии, в результате выживаемости оказались одинаковые. Поэтому в настоящее время нет консенсуса в необходимости системной лимфоденоктомии. Однозначно рекомендуется проводить лимфоденоктомию, если лимфатические узлы увеличены. Клиническими проявлениями герминогенных опухолей яичника является, может быть, с этим и связана высокая выявляемость опухолей в первой стадии заболевания, потому что опухоль сопровождается каким-то симптомом, в отличие от, например, рака яичника. Обычно пациентки обращаются с болями в животе, могут обратиться с жалобами на нарушение менструального цикла, обращаются с жалобами на увеличение в объеме живота или на пальпируемое объемное образование. Иногда бывает преждевременное половое созревание у девочек вот в этой группе. Для диагностики злокачественных герминогенных опухолей важны клинические обследования и вот уже вышеперечисленные маркеры. Такие маркеры, как СЕЙ-125 и ингибин, будут не характерны для опухолей герминогенных опухолей яичника, но здесь указано на этом слайде, поскольку бывает необходимость дифференциальной диагностики со стромально-клеточными опухолями, поэтому в качестве комплексного обследования этих пациенток полезно анализировать, брать вот этот вот гормон с целью дифференцировки со стромально-клеточными опухолями. В качестве хирургического лечения выполняется, учитывая чаще всего молодой возраст, направленность на органосохраняющее лечение, то есть сальпинговарии, эктомии на стороне поражения, с хирургическим стадированием и срочным гистологическим исследованием. Традиционно предлагалась срединная лапаротомия, но не исключается вариант лапароскопии, если это только не больших размеров опухоли, но если будут соблюдены все стандарты хирургического стадирования, это цитологическое исследование смыва с брюшной полости, ревизию органов брюшной полости. Если второй яичник не изменен визуально, не следует делать биопсию второго яичника. Удаление большого сальника и в отношении лимфоденоктомии нет однозначного решения, но однозначно, если лимфатические узлы увеличены, тогда следует проводить лимфоденоктомию. Если пациентки старшей возрастной группы, то радикальным хирургическим вмешательством является экстерпация матки с придатками аминдоктомии. Если пациентки с кариотипом XY, то показано удаление ганат с обеих сторон ввиду 50% вероятности малигнизации опухолей. При распространенном опухолевом процессе выполняется максимальная циторедукция с учетом высокой чувствительности заболевания к химиотерапии. Существует еще классификация герминогенных опухолей яичников, предложенная педиатрической группой, которая тоже классифицирует их на 4 стадии. И основное, на мой взгляд, отличие вот этих двух классификаций, фигуто-НМ и вот этой педиатрической классификации, это акцент на перитониальном распространении опухоли, поскольку опухоль в основном растет по направлению к центру и максимально долго не прорастает капсула, то если происходит разрыв капсулы и перитониальное распространение опухолей, это несет крайне неблагоприятный прогноз. И на этом основана вот эта вот классификация, где перитониальное распространение относится уже к третьей стадии заболевания. Ну и еще, видите, в этой классификации учитывается уровень маркеров, работающих при герминогенных опухолях яичника. В плане лечения злокачественных герминогенных опухолей до 60-х годов в арсенале была только лучевая терапия, далее не платиновая химиотерапия, после 80-х годов появляется платиновая химиотерапия и основываясь на доказанной эффективности схемы БЭП, трехкомпонентный при семеномных, не семеномных, но не яичниковых герминогенных опухолях. Основываясь на доказанной эффективности, она предлагается и используется для герминогенных опухолях яичника. В качестве адъювантной химиотерапии предлагается либо 3 курса БЭП или 4 курса ИПИ. В качестве лекарственной или 4 курса БЭП, или 3 курса БЭП, 4 ИПИ. Или, как уже было упомянуто, варианты из второй линии химиотерапии. Еще раз акцентировать внимание хотелось бы на этом моменте, почему проводятся 4 курса химиотерапии, а не 5, не 6, не 7. Как уже хорошо продемонстрировала Анна Игоревна, дополнительные курсы химиотерапии не улучшают исход по заболеванию. Ссылаясь на авторов, которые проанализировали в своей публикации, поскольку увеличивается риск отдаленных осложнений, в этой публикации у них демонстрируется цифра 2%, что, конечно, усугубляет прогноз в целом для жизни этих пациенток. И здесь, по рекомендациям проведения одевантной и лечебной химиотерапии, у нас есть рекомендации НССН 2014 года. Но надо сразу оговориться, что, в общем-то, в 2014 году есть публикация Кахрейновского метаанализа, которые пытались найти рандомизированные исследования, посвященные конкретно проблеме использования вариантов химиотерапии именно при опухолях яичника, герминогенных опухолях яичника. И удалось только найти одно рандомизированное исследование и одно ретроспективное исследование, которые однозначно не отвечают на вопрос однозначного ответа одевантной химиотерапии. Но в целом традиционно рекомендуется, если это первая А-стадия, то есть опухоль ограничена одним яичником, либо наблюдение, либо одевантная химиотерапия. А если опухоль больше первой А-стадии, то одевантная химиотерапия все-таки традиционно рекомендуется по схеме БЭП, которая доказала, как я уже сказала, свою эффективность по семеномным и несеменомным герминогенным опухолям. Такая же тактика очень похожа для герминогенных опухолей, для недисгермином, для незрелой тератомы, которая дифференцируется на три степени злокачественности – высокоумеренная и низкодифференцированная. Умеренно-низкодифференцированные некоторые авторы относят в high grade в одну группу. И вот если есть факторы риска, вот эти, большое количество метозов, высокая пролиферативная активность в умеренно- или низкодифференцированную опухоль, тогда следует этим пациенткам проводить одевантную дополнительную химиотерапию. И позвольте не останавливаться на вариантах вторых линий химиотерапии. Прекрасно было озвучено Михаилом Юрьевичем. В отношении, возвращаясь к вопросам и дебатам в отношении хирургии, однозначно операции Second Look целесообразны в случае герминогенных опухолей, если это незрелая тератома после субоптимальных цитуредуктивных операций, если остаточная опухоль верифицируется, и она больше 5 см после завершения лекарственного лечения. Если говорить о незрелых тератом, то цель здесь вот этих операций исключить жизнеспособную опухолевую ткань и предотвратить развитие синдрома созревания тератом и избежать злокачественной трансформации зрелых тератом. И вот в отношении рецидивов повторная цитуредуктивная операция показывает свою эффективность, как вот в этом клиническом случае, который, позвольте вам коротко представить, пациентка 15 лет, впервые, когда она обратилась в Институт онкологии, и ей была выполнена лапаротомия, правосторонняя аваректомия, резекция левого яичника по поводу опухоли яичника, занимающего практически всю брюшную полость, гистологически опухоль желточного мешка с метастазом большой сальник. Далее проведено ей три курса химиотерапии. Это на начало 2000-х годов курсы химиотерапии, платиносодержащие трехкомпонентами НИЕ. Далее в 2002 году рецидив опухоли в левом яичнике, повторный орган, сохраняющий операция, пять курсов химиотерапии. Дальше в 2003 году рецидив, шесть курсов химиотерапии она получает в Европе, и дальше в 2003 году повторная орган, сохраняющая операция, подчеркиваю, орган, сохраняющая операция, удаление рецидивного узла, лимфоденоктомия, и три курса высокодозной химиотерапии. И далее она пропадает, появляется в 2014 году осенью прошлого года, с целью контрольного осмотра и для разрешения беременности. Еще у этой пациентки самостоятельно не получалось беременности, поэтому пришла с целью разрешения рекомендации на ВРТ, высокотехнологичной репродуктивной технологии. Рекомендация была дано, разрешено, но вот пока мы ждем ее, пока она еще не вернулась к нам в ожидании. То есть этот клинический случай демонстрирует высококурабельность опухоли, которая требует орган, сохраняющего лечения, несмотря на множество рецидивов с хорошим результатом. Таким образом, факторами прогноза герминогенных опухолей яичника является стадия заболевания, наличие остаточной опухоли, гистологический тип опухоли. И учитывая высокие показатели пятилетней выживаемости, обязательно помнить о возможности выполнения фертильной функции у этих пациенток. Здесь вот позволится на московских коллег сослаться, которые проанализировали свой материал и видели четверо родов у пациенток после излеченности по поводу тлокачественных герминогенных опухолей яичников. И в отношении герминогенных опухолей у мальчиков было сказано, что есть возможности криоконсервации в отношении сохранения фертильности. У девочек тут однозначных стандартов нет, но есть обнадеживающие рекомендации по криоконсервации ткани яичника. И, в общем-то, если уже достаточно взрослая девушка, то может быть криоконсервация ацитов и эмбрионов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Санна. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Пожалуйста, у вас есть один вопрос. Что такое кореотипы и сыпи? Я вообще всегда считаю, что это який вопрос. Да, я поэтому в слайде не могла сказать, девочка это или мальчик. То есть пациент с кореотипом XY, внешне развивающийся по женскому типу, но по сути дела, да, действительно мальчик. То есть у него не яичники, это гонады. Да, гонады, которые требуют их удаления профилактической. Хотя на последних конгрессах по детской гинекологии рекомендуется, для меня парадоксально звучит, в общем-то, не выполнять профилактическую удаление гонад, поскольку не в 100% случаев все-таки произойдет малигнизация в 50-60%. То есть вот даже высказываются такие возможности и по неудалению этих гонад. Хотя вот на мой личный взгляд это вот звучит дико. Может быть, я как-то поменяю свой взгляд, но вот такие как бы веяния сейчас есть. Спасибо большое, Елена Александровна.